Всем привет! Продолжаем изучать, смотреть известные картины известных художников. Лев Самойлович Бакст. Портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. 1906 год. Масло. Холст 161 на 116 см. Слева внизу подпись Бакст 1906. Поступил из экспертной комиссии в 1923 году в Государственный русский музей. Эту картину сопровождает статья искусствоведа Ирины Николаевны. Пружан, который я зачитываю. Имя Бакста связано с двумя крупными явлениями русской художественной культуры начала 20 века, миром искусства и русскими сезонами. Творчество и практика Бакста, как и других милирисунков, была широкой и разносторонней. Он проявил себя выдающимся книжным графиком, портретистом, пейзажистом. Но его подлинным призванием явилась театральная живопись. Ведущий декоратор, организованных Дягилевым в 1909 году за границей русских сезонов, потрясших Европу и Америку, Бакст, получил мировую известность как художник театра и в первую очередь как создатель великолепных балетных костюмов. Большим успехом мастер достиг в искусстве портрета. Среди его работ этого жанра превалируют выполненные графические техники. Из живописных наиболее значительный портрет Сергея Павловича Дягилева с няней, решенной в духе времени, как большой обстановочный портрет, фиксирующий мгновенное состояние модели. Дягилев изображен стоящим посреди комнаты, как будто бы он быстро ходил и внезапно остановился. В его фигуре, резко повернутой к зрителю, чувствуется большое внутреннее напряжение. Оно подчеркивается боковым светом, оставляющим в тени часть лица, а также контрастным построением фона, который служит слева темно-синяя драпировка, справа светлая стена. Голова Дягилева, подпертая тугим крахмальным воротником, поднята, руки опущены в карманы брюк. Поза уверенная, дерзкая, обдумывающая и решительная. Формулировал Багст задачи портрета. Во взгляде темных светящихся к умам глаз ощущается высокомерие, надменность. Великолепно раскрыл художник своеобразную противоречивую натуру Дягилева, его талантливость и светскость, самоуверенность, властный характер. Таким знали Дягилева друзья, нередко прощавшие ему резкость, заносчивость. Диктаторский тон, покоренное обаяние его живого ума и несекаемой жизненной силой. Подчеркивает характер портретируемого изображения на картине няни. Полная покойная фигура старушки, дышащая уютом и патриархальностью, ушедших в прошлое время, разительно констатируется энергичным, полным внутреннего напряжения Дягилева. Своеобразие образного и композиционного решения, плотная широкая живопись, сдержанная гамма серо-коричневых тонов, сближает портрет Дягилева с некоторыми работами серого. Ну вот и все. Я зачитал статью Ирины Николаевны Пружан, искусствоведа, которая сопровождает картину Льва Самойловича Бакста, портрет Сергея Павловича Дягилева с няней. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok